Здравствуйте! Вы смотрите международный выпуск новостей в студии Юлия Мнацаканова. О том, что происходит в России и мире, расскажем прямо сейчас, коротко о главных темах. Еврокомиссия положительно оценила реформы в Греции. ООН помогла доставить продовольствие в отдаленные районы Сирии. В Мексике совершено очередное убийство католического священника. Финансовое положение в Греции улучшилось. Теперь Европейский Союз должен отменить дисциплинарные меры в отношении Афин за чрезмерный дефицит бюджета. Об этом заявил Еврокомиссар по экономике и финансовым делам. Сегодня Еврокомиссия предлагает закрыть для Греции процедуру избыточного дефицита. Для этой страны и для всей еврозоны это важный момент. Согласно правилам ЕС, все члены блока должны удерживать дефицит бюджета в рамках 3% ВВП. В противном случае им грозят санкции и большие штрафы. В прошлом году дефицит Греции на 0,7% превышал норму, а в этом году, как ожидается, он в целом составит всего 1,2%. Сегодня мы возвращаемся к норме. Дефицит в 2017 составит всего 1,2%. Прогноз на 2018 год всего 0,6%. Остановить процедуру можно только с согласия всех 28 стран блока. Если это произойдет, то давление на Афины станет еще меньше. На прошлой неделе кредиторы еврозоны выделили стране очередной транш в размере 8,5 млрд евро. Общий объем текущей третьей программы финансовой помощи 86 млрд. Она завершается в августе 2018 года. Всемирная продовольственная программа ООН смогла доставить продовольствие наземным транспортом в отдаленные места в провинции Ирака на северо-востоке Сирии. Такое происходит впервые за два года. И все благодаря тому, что международная коалиция во главе с США теснила боевиков ИГИЛ и разблокировала дорогу. Ранее продукты питания в эти лагеря для внутренних палестинцев доставляли только путем сбрасывания с воздуха. У нас не было доступа сюда по дороге с 2015 года. И вот теперь мы получили возможность ежемесячно поддерживать 250 тысяч человек жизненно важной продовольственной помощью. Мы также можем помогать переселенцам из Ираки. Этот наземный доступ заменит воздушный, которым мы пользовались год. И, конечно, это позволит сэкономить значительные суммы денег, на которые мы сможем ежегодно дополнительно поддерживать 100 тысяч человек. Боевики Исламского государства, террористическая организация, запрещенная во многих странах, включая Россию, захватили Ираку. В 2014 году десятки тысяч жителей бежали из города, осев в лагеря для переселенцев в провинции Ирака и в соседних. Я из Мансуры. Бомбежка не прекращалась. И ИГИЛ не давала нам уехать. Не было еды, хлеба, питьевой воды. Ничего не было. Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно снабжает гуманитарной помощью 8 труднодоступных районов провинции Ирака, где осели около 200 тысяч переселенцев. Израильское правительство постановило, что работодателям должны вычитать зарплат мигрантов по 20% и переводить деньги на специальный депозит. Он станет доступным человеку только в том случае, если он решит уехать из Израиля. «Если вы давите на кого-то, чтобы он покинул страну, то это нельзя назвать добровольным выездом. Это недобровольный выезд. Вы делаете его жизнь всё сложнее и сложнее, чтобы он уехал. Это недобровольно. Они хотят, чтобы мы уехали только из-за цвета нашей кожи. Государство просит меня оказаться между двух огней, чтобы я крал, чтобы забирал ещё 20% у моих сотрудников, очень преданных рабочих, которые каждый день выкладываются по максимуму». Власти Израиля считают большинство мигрантов и посетителей убежища преступниками, совершившими незаконный переход к государственной границе. Ранее премьер-министр Нетаньяху говорил, что эти люди представляют угрозу для израильского общества. Переходим к событиям в России. Финансирование спорта, туризма и молодежной политики обсудили на совещании, которое провел глава правительства. Речь шла о формировании бюджета на ближайшие три года. Дмитрий Медведев призвал исходить из реальных возможностей и повысить эффективность государственных расходов. «Бюджет, как и в предыдущий период, остаётся достаточно сложным. А это значит, что нам нужно принимать оптимальные, выверенные решения, распределять деньги, исходя из наших реальных возможностей». 98 тысяч россиян подали заявки на получение дальневосточного гектара. По поручению президента сейчас рассматриваются поправки, которые ускорят оформление земли. Программа корректируется, чтобы там, где участки уже раздали, быстрее появилась инфраструктура, дороги и свет. Между тем, владельцы гектаров к делу подходят серьёзно. Помимо собственных бизнес-проектов, готовы строить целые сёла. Новые населённые пункты собираются регистрировать в Якутии, на Сахалине, Приморье и Амурской области. «Конечно, можно было бы жить спокойно, смотреть на диване телевизор, ругать правительство. У нас все так любят делать. Но интересно же чем-то заниматься». Уже около 100 тысяч россиян со всех концов страны подали заявки на получение дальневосточных гектаров. Искать будущих односельчан, объединяться с ними, решать любые вопросы они пытаются и на специальной страничке в соцсетях. Переходим к христианским новостям. Мексиканские власти расследуют очередное убийство католического священника, который был найден связанным и заколотым в комнате, где он проживал. По данным местных СМИ, вилла священника Луис Лопес Вилла, приходской священник церкви в столице Мексики, был найден мёртвым в своей комнате вечером 5 июля 2017 года. Убийцы, которые вошли в дом приходского священника после вторжения в церковь, наделали достаточно шума, чтобы вызвать подозрения соседей, которые сообщили руководству церкви об инциденте. Прибывшие к месту жительства 71-летнего священника сотрудники прихода нашли его мёртвым в его комнате со связанными руками и ногами и колотыми ранами на шее и груди. Подозреваемые в убийстве священника лица не были опознаны. Луис Лопес Вилла стал 18-м по счёту священником, который был убит в Мексике за прошлые 6 лет. И в мае этого года одному из столичных священников нанесли удар во время завершения мессы в Кафедральном соборе Мехико. По счастью, он пережил нападение. Археологи Израильского управления антиквариата нашли доказательства последней битвы между римскими солдатами и еврейскими повстанцами, которая привела к разрушению Иерусалима около 2000 лет назад. Археологи обнаружили наконечники, стрелы и шары от каменной балистры металлической машины римлян на главной улице, ведущей к храму, говорилось в управлении антиквариата на их веб-сайте. В результате раскопок за последние несколько лет также обнаружена дорога, идущая от ворот города и бассейна Силаома к храму, где ходил Иисус. Часть обрушенной дороги составляет около 100 метров в длину и около 7,5 метров в ширину и вымощена большими каменными плитами. По словам археолога, исследователи планируют раскопать всю улицу в течение пяти лет. Мне цитирую, фактически можно считать текущие раскопки в городе Давида естественным продолжением предыдущих археологических раскопок этого места, которые в прошлом были начаты европейскими и американскими учеными, сказал Барух. Когда раскопки закончатся, остатки улицы будут сохранены и будут готовы принять десятки людей, которые будут ходить по ней. ЮНЕСКО объявила старый город палестинского Хеврона и пещеру праотцев объектами всемирного наследия, находящимися под угрозой. За внесение в список проголосовали 12 стран против 3,6 воздержались. Отмечается, что старый город Хеврона стал уже третьим объектом, внесенным в список ЮНЕСКО, как относящийся к палестинским территориям. В свою очередь в Израиле это решение назвали позорным. Хаврон считается одним из древнейших городов мира. Он находится на западном берегу реки Иордана. И пещера праотцев является самым известным историческим местом Хеврона, где почитаются и иудеями, и христианами, и мусульманами. У меня на этом все. Я напоминаю, что все новости доступны на нашем сайте. Его адрес тройной www.tpndfistv.com. Я же прощаюсь с вами. Увидимся в следующем выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова